как я и обещал в предыдущем видео сейчас покажу как сделать EMAOF на Nissan Almera Classic то есть это не обычный Nissan здесь EMAOF содержится и в E-Prom 93C66 который находится в блоке управления двигателем и в процессоре 705524N то есть в обоих местах нужна правка дампа есть способ использовать это без разбора блока на некоторых разборках естественно блок не дают вскрывать да это и ни к чему если существует такая процедура давайте посмотрим как это все будет делаться блок у нас на столе давайте проверим существует ли там иммобилайзер для этого включим зажигание главное реле отработало бензонасос молчит катушки и форсунки пока молчат выставляем Nissan и даем обороты ничего не происходит бензонасос не включается катушки с форсунками также молчат читать будем адаптером dialing и PCM flash вот процессор у нас 705524N и нажимаем чтение это первый пункт справки файл успешно засчитан сохраним его на рабочий стол теперь читаем второй пункт справки нашей записываем файл версии 1 705513N имм офф загрузчики выбираем 13 процессор контрольку не пересчитывать это обязательно значит выбираем 5513 убираем галку проверка корректировка контрольных сумм открываем папку и загружаем вот этот вот дам версия 1 нажимаем записать вот пошла запись подготовленного файла версия 1 с процессором 705513N это так называемый временный файл чуть позже объясню для чего он нужен а сейчас мы его заливаем в блок записывается этот файл один раз второй раз вы не сможете записать его именно благодаря этому файлу и пром стирается информация об иммобилайзере временный файл мы записали но зажигание не выключаем пока нажимаем ok и смотрим что у нас написано help и после записи временный флэш выключаем включаем зажигание на 60 секунд так выключаем его ждем 60 секунд и включаем и давайте попробуем опять запустить блок на столе включаем даем обороты ничего не происходит то есть иммобилайзер блоки по-прежнему остался это потому что мы записали временный файл и стерли данные мобилайзера только в епром блока во флэше мы еще не делали чтобы завершить процедуру отключения иммобилайзера мы подготавливаем родную флэш к записи как в примере пример у нас вот оригинальная флэш и флэш но ему открываем и смотрим какие адреса на какие значения нам нужно поменять значит я уже подготовил свою и и теперь давайте откроем PCM флэш процессор откроем 24 и поверх всего этого зальем нашу флэш который мы сделали но имма по образцу нажимаем питание и запись все сейчас записывается подготовленная подымал флэш поверх той флэш и которой мы записали 5513 которая в епроме терла данные иммобилайзера и теперь мы во флэше убрали тоже данные иммобилайзера и заливаем ее в блок завершено успешно выключаем зажигание как нам говорит флэш и давайте теперь с помощью стенда запустим блок на столе прежде чем запустить блок на столе я открою папочку которую для вас подготовил давайте начнем снизу открываем help собственно как мы делали на столе по этому help читали свою флэш сохраняли ее затем записывали временный файл подготавливали родную флэш к записи по примеру как в папке в hex редакторе и заливали уже потом сверху готовую флэш и малов значит что я сделал я упростил работу всем моим подписчикам не нужно теперь открывать hex редактор берете делаете идентификацию и смотрите номер софта заглядывайте в папку плюс бонус если ваш софт там есть то читать блок вовсе и не обязательно сразу же выбираем процессор для PCM flash мы выбираем 705513n для алекс флэшера мы выбираем 705524 или 705529 контрольку обязательно не пересчитывать галочку снимать флэш это зальется только один раз больше эту флэш не зальете даже не пытайтесь ее заливать то есть она свое дело сделала стерла с епром данные об иммобилайзере дальше мы выключаем зажигание потом включаем ровно на 60 секунд и обратно выключаем после прошествия 60 секунд что мы делаем дальше я уже сказал что я упростил работу своим подписчикам чтобы не открывать hex редакторы сразу идете в папку и находите там файл имма офф и его уже записывайте со своей флэшю 705524 либо 29 одно из двух галочку ставим обязательно пересчитать контрольная сумма и так давайте сходим в папку открываем первую папку вот у нас софт оригинал тюнинг тюнинг евро 2 и то же самое я сделал имма офф тюнинг тюнинг евро 2 и оригинал то есть можете заливать спокойно 24 и 29 софты все сделано в лучшем виде чтобы нигде ничего не править просто залили и машина сразу заведется только делом строго по справке здесь все известные мне софты дальше папке содержится подключение на столе вот подключение на столе этого блока именно nissan almera classic блок hitachi дальше у нас идет временный файл который мы должны залить перед тем как сделать имма офф дальше я здесь даю хелп по синхронизации это щиток приборов это блок управления двигателем как положить синхру я показывал в предыдущем видео здесь у нас пример какие области править но это уже вам сейчас не нужно то есть это на случай того если попадется какой-то неизвестный софт ну и бонус о чем я уже говорил то есть всю эту папку со стопроцентным решением вы можете приобрести решение по имма офф на nissan almera classic 100 процентов проверено на всех софтах и не только я проверял проверяли подписчики моего канала отзывы только положительные они тоже уже приобрели это решение поэтому такие разговоры как вот у меня машина после вашей прошивки не завелась или еще что то какие то проблемы не принимаются все проверено и все сто процентов работает все процедуры были выполнены был залит временный файл который стер в епроме данные об иммобилайзере подготовлена родная флеш без иммобилайзера и залиты сюда теперь давайте попробуем включить блок видим что бензонасос уже стал срабатывать теперь выбираем nissan и включаем обороты пожалуйста катушки форсунки все работает то есть мы сделали имма офф не открывая блока на nissan almera classic всем желаю удачи с наступающим вас новым годом всего самого наилучшего отличной работы и крепкого крепкого здоровья а